Мы приступаем к чтению 72-го стиха Рады Расы Суданитхи. Очень хотелось бы закончить комментарий сегодня, чтобы в Новый год вступить с этими дарами, с этими подарками, с этими тайнами, которые в изобилии содержатся в этом стихе. И опять я призываю всех, кто принимает участие в нашей праздничной встрече. А сегодня праздничная встреча. Сегодня первый раз в моей жизни я встречаю Новый год с самыми дорогими моему сердцу людьми. И я хочу eagerly спросить вас, пожалуйста, не будьте мучительны, чтобы также share, когда вы чувствуете что-то внутри, что-то share. Пожалуйста, share. Моя голос не очевидна, извините. Дамудар Прабху говорит, что это первый раз, когда он праздничает Новый год с Ващнавасами, с тем, кто очень любит его сердце. И первая тема, которая будет затронута в этом стихе, это выбор госпожи. И первый вопрос в этой статье это как выбрать ваша госпожа. Это очень важно для человека выбрать объект своего служения. Каждый человек находится в потоке служения. Но только вот чему он служит и кому он служит в этом вопросе. Но кто-то считает, что он служит Родине. Кто-то считает, что он служит Идее. Кто-то считает, что он служит Чувствам Своим. И кто-то считает, что он служит Своей Семье. И кто-то считает, что он служит Своей Семье. В любом случае, человек занят служением тому, что он считает самым важным. Somehow or other, every person is concerned about service and he is serving to this object who is the most important for him. And as for us, we are serving to Vaishnavas who are self-conscious, who know who they are on the other side of this eternity. Ваишнавами, которые знают ответ на вопрос кто они есть всегда. We are serving to these Vaishnavas who knows already who they really are. Always. Потому что без ответа на этот вопрос на вопрос кто я есть всегда не будет настоящей жизни. Because if you have no answer to the question who am I always who am I like genuine so you cannot you cannot be without answering this question. Without this answer you cannot live your own life. Of course, you will live some life but not yours genuinely. And your choice of your service depends on this understanding who am I. who am I. always like an eternity from this depends the choice of the object of your service whom you are serving always. Ведь если я считаю себя временным явлением явлением времени то и служу я тоже временному. Служу я временному? Временному. А, временному. If I consider myself some temporary some temporary thing some temporary person so it means that I am serving also to some temporary persons and things. А, если я служу вечному? Если я вечен то я и служу тоже вечному. Но нас не интересует даже вечности. Но нас не интересует даже вечности. Нас интересует суть вечности. Because we are interested only in the core of this eternity. Суть вечности что есть сладость. This essence of this eternity is sweetness. Сладость служения. Sweetness of service. И вот почему почему мы выбираем этот объект служения который заявлен сейчас здесь мы будем разбираться с этим это один из вопросов обсуждаемых в этом стихе. and here we will contemplate on this object of service why we are choosing this particular object of service? Я сразу перейду к… Не буду читать санскрит, чтобы не тратить времени. И сразу перейду к переводу стиха. Пусть Радика, создающая миллионы Камадевов своими подвижными и игривыми взглядами. Что подобны очень гордым звукам большого дрожащего лука. Юная и взволнованная, бесконечным потоком сладости. Будет моей госпожой. Итак, это те критерии, которые здесь приводятся. Критерии выбора госпожи. Почему я выбираю именно Радику? И первое, с чего начинает Рабадананды с Расвати. Радика. Пусть же Радика, создающая миллионы Камадевов. Мы должны точно понимать, не на уровне концепции, а на уровне внутреннего чувства. Что имеется в виду здесь? Что имеется в виду здесь? Потому что на уровне концепции мы не сможем выбрать тому, кому служим. Мы это выбираем только сердцем. Потому что мы не сможем выбрать объекта нашего службы. Потому что наша вечность соткана из этого состояния, из чувства. Там нет ума и нет разума. Так что ж такое Камадев? Мы должны знать, что такое Камадев в нашей жизни. Как он проявляется в нашей жизни. У каждого человека есть этот опыт проявления. В свое время он возникает, этот опыт проявления Камадева. Это укола стрелы, когда наше сердце пронзает стрелы. По телу будто бы проходит электрический ток. И мы становимся сумасшедшими. И мы становимся сумасшедшими. И мы становимся сумасшедшими. У нас пропадает сердческая память и разум. Мы начинаем чаще дышать. Мы начинаем дышать. Наши зрачки расширяются, становятся подвижными. Мы бессознательно ищем повсюду объект наших чувств. Мы хотим видеть его. Мы хотим видеть этот объект. Слышать его. Мы хотим видеть его. Прикасаться к нему. Мы хотим видеть его. Мы не можем забыть его. Мы не можем забыть его. И даже если чем-то мы заняты. Чем-то в этот момент заняты. Даже чем-то очень важным. Мы не считаем это важнее того, что мы чувствуем. Мы не считаем это важнее того, что мы чувствуем. Мы ведомы именно этим состоянием. Этим коктейлем из всевозможных химических элементов, которые странствуют по нашему телу. И это всего лишь одна стрела Камадеева. Материального Камадеева. И это стрела отличается от стрелы трансцендентного Камадеева. И этот вкус трансцендентного Камадеева отличается от вкуса материального Камадеева. Трансцендентный Камадеев сразу же проявляется в слезах. В мурашках, которые бегают по телу. Дрожание голоса, замирание сердца. И абсолютная решимость исследовать за тем, что вызвало в нас эти чувства. И по этому опыту, который есть у нас, мы можем проложить путь и сделать свой собственный выбор. Мы можем представить себе, что такое миллионы этих стрел. Зная вкус одной стрелы, мы можем представить себе миллионы этих стрел. Ведь это же не одноразовый залп. Это магическая стрела, которая выпущена из лука Камадеева. становится миллионами стрел и летит в тебя. И пронзает каждый атом твоего тела. И это же не один залп. Это подобный водопаду, постоянный поток. Это залп, залп за залпом, залп за залпом. Это непрерывный поток стрел. И этот непрерывный поток стрел несется к объекту. Счастье которого является счастьем каждого. Счастье которого является счастьем каждого. И здесь еще что хочется сказать. Ведь если понять, что сам Мохан является олицетворением всех чувств Шримати. Мы должны знать, что Мохан является олицетворением всех чувств и желаниях. Вышедший из нее, вышедший из ее сердца, олицетворение ее сердца. Совокупность ее совершенств. Тот, кто сводит с ума миллионы комадебов. Тот, к чему направлен ее поток. Поток, о котором будет сказано в конце стиха. Прикоснувшись к этому потоку, мы можем понять и свое предназначение, и сделать выбор. Выбор своей госпожи. Пусть же Шриратика, создающая миллионы комадебов, своими подвижными игривыми взглядами, которые подобны, которые подобны очень гордым звуком большого дрожащего лука. Юная и взволнованная бесконечным потоком сладостей будет нашей госпожой. Мэй Ширатика, who creates millions of cupids with her restless, playful glances, that are like the very proud sounds of a big trembling bow, who is the first beginning of her youth, and who is an astonishing, endless dream of sweetness. Be our mistress. Взволнованная бесконечным потоком сладости. Откуда же исходит этот бесконечный поток сладостей? Она удивлена этому. Он исходит из ее собственных глубин. И он ошеломляет ее. Он волнует ее. Тот поток, который струится из нее, который идет из центра ее бытия. Потому что она и есть этот поток. И она взволнована собственным течением. И вот эту, вот такую госпожу я выбираю своей, вечной госпожой. госпожой, которая взволнована потоком собственной сладости, издущей из ее глубин. So, this mistress I want. Only this person, this mistress, who is very excited by her own stream of sweetness. Комментарии. Комментарии. Прободан сразу назвал «Игривые взгляды Шри Рад». Другими словами, из всего вышеперечисленного он выделяет именно этот аспект. Аспект, который поражает ему больше всего. От которого он не может оторвать своих глаз. Он не может оторвать своего взора от этого потока сладости текущего из взглядов в Шримати Рад. То, как она смотрит на своего мохана. Каждая клеточка тела которого для нее дороже собственной жизни. Существует много людей, которые сведущи в том, как взять что-то у Кришны. Но сколько людей, знающих, как дать что-нибудь Ему? Но сколько людей, знающих, как дать что-нибудь Ему? Что нужно Богу? Что нужно Богу? Нуждается ли Бог в чем-либо? Так много людей, которые идут к Богу за тем, чтобы попросить у Него что-либо для себя. И так мало знающих что-либо о Его нужде. Нуждается ли Бог в чем-либо? Далее в комментариях, чуть позже этот вопрос будет поднят еще более будет поднят этот вопрос и мы будем обсуждать его более подробно. В комментариях below эта идея будет больше contemplated. Только люди в Раджа, которые являются олицетворениями любви, знают это. Только люди в Раджа знают, что нужно Богу сейчас. И они знают это, исходя из собственной расы. И они знают это, исходя из собственной расы. Из собственных отношений с Ним. Например, когда Гиритхари поднял холм Говардхана, мать Ешода не забыла о его кормлении. Вы только представьте себе само событие, которое произошло. Просто визуально представьте себе, как кто-то поднимает Джамалунгму. Can you imagine this scene, how anyone, for example, here in this world, if anyone holds, like lifts up Джамалунгма mountain, or Fuji mountain, maybe? Да, Гору Фудзи. Да, Гору Фудзи. Потому что, да, пусть не обманывает нас малые размеры Говардхана сейчас. Под ним помещались миллионы коров. Миллионы пастушков. Миллионы жителей. И они там были совсем скарбом, совсем необходимым для жизни. And there they stayed with not only themselves, but with all their belongings. Представьте себе целый город, большой город. Can you imagine a big city? Над которым возвышается гора. Другими словами, вместо неба, над городом гора, камень. So, in other words, we can imagine that a big stone, instead of sky, we can see a big stone above the city. And we should know that... And we should know that... Under this hill is not dark, because many gemstones, they are giving their light. And this huge mountain is... And a little seven-year-old boy is holding this huge mountain. holding it only with a little finger of his left hand. Одно это позволяет забыть обо всём. Но мама Ишода ни на мгновение не забыла о том, в чём нуждается её любимый сын. И она обращается к Нанде Махараджу. Почему бы тебе не поддержать эту гору ещё немного? Ну, просто представьте себе. Вот это воображение человеческое, оно поможет. Представьте себе гору размером с город. И когда к вам обращаются, ну, ты это... Подержи. Подержи меня не долго. Ну, представьте себе, что в этом городе есть самый высокий небоскрёб. И на вершине этого небоскрёба стоит мальчик. С вытянутой левой рукой. С вытянутой левой рукой. И балансирует эту гору на своей мизинце. С вытянутой левой рукой. И он балансирует эту гору на своём маленьком левой рукой. Вот представьте себе, и сразу будет понятно, что ничего больше в голове не остаётся. То есть ничего. Больше никаких других вариантов нет. Мама Ишода не видела этого. Она видела, что ребёнок ей устал. Мама Ишода, что она не видела эту удивительную сцену. Она смотрела только на ее ребенка, который был очень тяжелым и голым. И попросила Нанда Махараджа поддержать эту гору. А что? Ты же сильный. Он сказал, что ты тоже очень сильный. Почему бы ты просто держишь эту гору? Ещё один образ возникает, который есть только исключительно в Индии. Это когда индусы строят здания, то вот это перекрытие верхних этажей они заливают. У них эти палочки торчат кривые. Множество-множество кривых палочек торчит, чтобы поддерживать эту площадку для залития бетоном. И это выглядит, как в Индии. Они строят здания, и на top, когда они строят здания, они делают эту стену, они делают стыкс в стену, и эти стыкс, они, как, они, как, отстают от этого стыка. И пастухи так же, они вот эти палочки наставили, наставили эти палочки, чтобы эту гору поддержать. Да, все. Все, можешь не держать. Мы тут уже все, мы все закрепили, мы уже. Но Кришна преследовал свои мотивы. Он здесь не за этим. Потому что он был там, under the mountain, not because of this. И дальше, да, дальше Прабхана Сарасвати переходит именно к этому. Зачем Кришна это сделал? Швейратха думает, о Создатель, как же удивительно, ты благословил меня, сотворив необходимость для приятного поднять эту гору. And here we can see the real reason of this, Лила. Ширадха thinks, о, Creator, how much you have blessed me by making it necessary for Priyatamu to carry this mountain. Вы только вдумайтесь в это. Can you imagine, can you think about this? Там за пределами этого творится ад. Outside of this mountain there is some something crazy is happening, some storm, big storm is happening. Там вселенский потоп. we can see that we know that outside this mountain Indra is making the pralaya, this end of the world with the rain. Там шторм, цунами, все что угодно. There is a tsunami and a big storm outside of the mountain. And Radhika is saying, oh, Creator, thank you, because you are blessed blessed me by making it necessary for my beloved to carry this mountain. So she is very, very pleased and happy. So she is taking as a blessing this crucial, this storm and tsunami and all these things. Her heart is a blessing that she could see her Priyatama for a long time. And what for was this Lila in situation? She is saying that I can see him constantly. Because everyone is looking at him. And everyone looking. I can also look at him hiding my eyesight in this ocean of other eyesight. And I can see him constantly and enjoy this sight. И удивляться этим потоком, который исторгается из меня. And I can surprise, be surprised and I can be excited by these constant streams flowing from my heart when I see him. and it is the great God's need. It is a big secret. only Vrajavasi is known this secret. Потому что в данном случае он нуждается именно в этом, в этом потоке, который учится из ее глаз. Because he is constantly in need of this unlimited stream coming from her eyes. He is drinking this stream and his thirst cannot be satisfied. And Razika, she prays to Giri Raja, don't be too heavy for this tender boy to carry. Even though Krishna clearly shows his divine prowess during the pastime, the Vrajavasi experience only his sweetness. they have forgotten everything about wanting and taking and are only observed in thoughts of giving. they were immersed in this stream coming from the very center of their existence. человек принимает настроение Gopi для того, чтобы отбросить мысли о приобретениях. The person accepts the mood of the Gopis in order to be able to give up thoughts of taking. И учится тому, чтобы отдавать. Как отдавать? Учится тому, как отдавать? and learn how to think only about how to give. Что отдавать и как отдавать? What to give and how to give? В чем нуждается Господь? What is the need of the God? Как я могу Ему это дать? And how can I give him what he needs? Чтобы он смог это принять. That he could receive it. Возбудить в нем это страстное желание взять. To make to create in him this passionate desire to take it what we want to give to him. Шрирадха думает только о счастье Кришна. Шрирада only thinks of Кришна's happiness. И служанка думает только о счастье Божественной Четы. And the main servant think only of the happiness of the divine couple. Здесь разбросаны секреты. Here so many secrets are scattering. В чем наше счастье? Почему мы делаем этот выбор? What is our happiness and why we are making this choice? В чем нуждается Господь? В чем его бесконечная нужда? What is the need of the God? What is his eternal need? И что может утолить его бесконечную жажду? And how we can satisfy his eternal thirst? Unquenchable thirst? В предыдущем стихе Шрипада в Садакавешах переживал сладость нахмуренных бравей Шримати. In the previous verse Шрипада in his Садакавеш experienced the sweetness of Шримати's knitted eyebrows. А в этом стихе он видит сладость ее взглядов из уголков глаз. And in this verse he sees the sweetness of her sight long glances. Ведь один, всего лишь один простой взгляд ее может полностью очаровать Кришну. это то, в чем нуждается Господь. And this is the need of the God. Вот в этом залпе He is in need of this arrow shooting. Залпы миллионов комодевов. Arrow shooting of millions of комодевов. Миллионов стрел несущихся на него. Millions of arrows coming to him very fast. And he is embracing them all. He doesn't want to miss even one arrow coming. Они все волзаются в него. And they are piercing all these million arrows are piercing all his existence. And he is unlimitedly happy. Понять это могут только вражаваси. And only вражаваси could understand this. Причем не обычные вражаваси. Не все вражаваси. But not all вражаваси. But some particular вражаваси. А только манджари. Only манджари. In the full sense fully could understand only манджари. Ведь манджари тоже вражаваси. Because манджари they are also вражаваси. Так взгляд Радхики имеет могущество стрел миллионов камадэвов. Ширадхика's glance has the power of the arrows of millions of cupids. И возбуждает Кришну. And agitates even Кришну. то есть рождает в нем страстное желание. It means that she creates a passionate desire. Страстное желание в том кто является сам является трансцендентным камадэвом Бриндаван. And she agitates even Кришна who is himself the transcendental youthful cupid of Бриндавана. Как же сладка зрелость Шримати. How sweet is Shimati's youth. Здесь такая тайная недосказанность. Мы слышим здесь в комментариях этот тайный диалог, это тайное послание. Here we can see some secret note because here it is not saying everything. It's like some secret language. Shripada в своей вечной форме обозревает эту красоту, этот поток сладостей и восхищается им. Here Shripada in his eternal thinker form, he's observing this radical stream of her youth and stream of her beauty and he's adoring this stream and he's giving us some hints. И сам комментирует собственные чувства. And then he's commenting his own feelings. Приводя в пример стих Рупа Госвами в Жулуни Ламани. He's setting as an example Шиларупа Госвами 's verse. Матхурья означает означает неописуемое физическое проявление. Шиларупа Госвами is saying Матхурья means some indescribable physical appearance. Ничего не объясняет. And he's not contemplating at all on this. Это ничего не объясняет. We cannot understand anything from this brief description. И в то же время объясняет все. And on the other hand he describes here everything. Матхурья есть неописуемое физическое проявление. Матхурья means some indescribable physical appearance. Другими словами это можно наблюдать только непосредственно. In other words we can we are able to see it directly. Only directly. Это то, что невозможно описать. Невозможно передать. Because it cannot be described. Это можно только воспринимать. And it could be only perceived. Сколько же потоков изумления исходит из неописуемой сладости Шримати когда она входит в возраст первой юности. How many streams of astonishment are caused by Шримати's indescribable sweetness as she enters the first stage of youth? Сколько же потоков изумления исходит из неописуемой сладости Шримати когда она входит в возраст первой юности? То есть она изумлена она изумляется своему состоянию которое пребывает ее удивляет все что с ней происходит она не может найти этому объяснение и она спрашивает подруг что со мной что со мной что со мной что со мной не так и она constantly asking her girlfriends what is happening with me what is with me can you say to me почему я не могу забыть его почему я не могу забыть его почему мое тело дрожит а сердце замирает почему мой тело трамблин и мой серд из глаз потоком лица слезы а по телу бегают мурашки почему я не могу забыть его почему 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 я не могу не есть не спать не пить я постоянно думаю о нем и желаю только одного я желаю встречи с ним но не знаю как это возможно вместе вместе юностью в ее детское тело входит могущественный царь Кемодель делая большими ее груди и ягодицы талию тонкой ее глаза становятся подвижными подвижными и ноги становятся беспокойными и ей постоянно нужно куда-то идти и она не может сидеть и стоять на месте she cannot sit still or stand still she needs to move если начало юности Шримати столь изумительна так да что говорить о ее зрелой юности все все эти предметы можно ощутить только в сварупе веши погружение в осознание своего духовного тела они недоступны тому кто погружен в телесное сознание и not as long as one is in his gross or subtle body consciousness в соответствии с Алакандой Кауступой Шрилы Кави Карнапура изумление приравнено к расе изумление приравнено к расе изумление приравнено к расе некоторые люди спрашивают почему последователи традиции гаудио ваишнавов не называют Радхарани мать some people ask why do the followers of the Gaudiya ваишнава tradition not call Радхарани mother если она супруга Кришны то она должна быть матерью мира if she is lord Krishna's consort then she must be the mother of the world какой вред в том чтобы называть ее мать so what's the harm in calling her mother ответ таков существует два вида видения бога the answer is there are two waves of seeing god one one is called tattva or spiritual truth another called rasa or spiritual flavor from the tattva point of view Krishna is everything he is all pervading and his truth and knowledge personified and from the rasa point of view he is full of love full of nectar and full of past news from the tattva point of view he is blissful in himself and all his desires fulfilled is without hunger and thirst he is self satisfied but he is self satisfied and from the rasa point of view he is always hungry and thirsty for the love of his devotees although these these characteristics seem to contradict each other they become compatible because of the lord's inconceivable potency here I want to stop we stop here to understand this point more to hear what is this inconceivable potency of god who is who is one time contain rasa and tattva also существует заблуждение среди множества вайшнавов существует заблуждение связанное с тем что существует некая форма божественного и всемогущего которые во вриндаване принимают некоторые ограничения связанные с человеческими потребностями но на самом деле вот это вот зависимое во всем от своих преданных форма и есть и есть высшее проявление божественности но в факт эта форма рандавана кршна который полностью зависит на любовь его святых в факт это высшем святой формы of the god вот этот вот мохан рада мохан рада мадхава во всем зависящий во всем зависящий от свамини this mohan who is totally dependent on the свамини это и есть это и есть источник всех других воплощений it is the source of all other incarnations а вот этот вот самый атмарама или аптакама and this атмарама и аптакама это форма вишну о которой идет речь this form of вишну это проявление нитянанды it is the нитянанды expansion all these forms of вишну which which are which are it's the manifestation of вши нитянанды и здесь строится тайна соединяющая расу и татву and and here we can see a secret connecting татва with раса atma atma rama what is atma rama это состояние независимости вот это вот состояние независимости бога которому ничего не надо почему он ни в чем не нуждается почему он самоудовлетворен why he is self-satisfied atma atma значит лишенный тьмы а тама atma means lack of darkness тама это это можно можно сравнить с первым водным стихом в шикшаштаке чета дарпана марджанан бхава махадаваги нервапанам we can compare this with the first verse of шикшаштаке когда тьма уходит тьма разлуки уходит when the darkness of the separation is going away когда же тьма разлуки уходит когда тьма радхики уходит и тьма кришны когда уходит их тьма тьма разлуки причиняющая им боль when the darkness of separation of rada and krišna is going away when this pain of this separation is going away когда они встречаются when they meet each other это атма and this this means атма душа всех душ the soul of all souls суть и природа каждой души the essence of every soul и дальше арама рама блаженство and rama means happiness мис мис и рама когда они вместе мис рама and rama when they are together мис мис и вот это блаженство когда они вместе вот это блаженство их счастье блаженство их счастье и является тем объектом постоянного созерцания в котором пребывает вишну еще раз вот это вот форма форма божественного счастья это внутренняя форма божественного счастья когда они встречаются вместе вот это счастье которое они извлекают из сути друг друга и есть то блаженство то блаженство в котором пребывает вишну тот объект медитации его постоянной медитации why вишну is so blissful because he's always in this meditation of constant meeting of Radhika and Krishna в этом секрет его независимости and this is the secret of his independence this is the secret of his wealth divine wealth and divine prowess his 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 prowess and his glory his knowledge and his renunciation what and this this is the only treasure of his heart the treasure of Vishnu's heart сокровище сердца нетая нетая is heart treasure сокровище сердца ананги манджари ананга манджари is heart treasure this meeting та что березно хранит эти сокровища что возникают из отношений между Ратикой и Моханом she is carefully keeping these treasures of Радика and Кришна meeting Радика и Мохан meeting она бережно хранит эти сокровища являясь результативной частью истины являясь результативной частью истины она бережно хранит эти сокровища которые извлекают эти влюбленные из друг друга she is like an effective careful keeper who is keeping these gems of Радика and Мохана meeting she is collecting and keeping very carefully these gems и здесь соединяется татва и раса and here we can see how татва and раса are connected здесь 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 раса является основой татвы here the раса is the basement of татва and tattva and tattva is the confirmation of rasa they they are not controversial to each other but they are following one each other and further Prabhatananda Sarasvati приводит очень интересный пример further Prabhatananda Sarasvati is setting very interesting example внимание предваряя его утверждением наслаждение расой что для нас очень важно here he is saying about relishing of rasa основывается на прочном фундаменте татвы one can relish the rasa based on the firm foundation of татва то есть без понимания татвы невозможно по-настоящему ощутить расу so without the foundation of татва without the understanding of татва we cannot feel rasa проявление Господа во время давания это форма нектарных вкусов и там преимущественно преобладает раса the lord's manifestation is the form of all lictarian mellows and rasa is mostly experienced there раса подобно мху покрывающему озеро татвы странное выражение не правда ли а very weird comparison isn't it и нам необходимо его разобрать чтобы оно не стало якорем который мешает нам понимать понимать авторы комментариев мхом что покрывается мхом мхом покрывается болото я жил на дальнем севере на крайнем севере среди этих болот бескрайних болот они становятся озерцами из которых вытекают ручейки потом эти ручейки сливаются в реки другими словами вот это вот вот эта чистая вода эта чистая прозрачная вода о которой идет речь она рождается из этих болот она очищается там в этих болотах в болотах в которых легко утонуть раса в этих болотах расы заблудиться и утонуть в этих болотах расы так поэтому это расы выделяется сначала в озерца прозрачные озера татвы, и потом становятся бурными ручейками и бурной рекой, бурным потоком, несущимся к океану. И болото находится на вершине. Океан намного ниже, чем болото. Болото наверху. У болото есть вершина озера или вершина океана. Болото. So the swamp, like it turned out that the swamp is the pinnacle of the ocean. И мох – это лучшее средство фильтрации, то есть лучшая очистка воды. And the moss is acting like a filter of the water. Это можно даже найти в интернете и узнать, что действительно мох – это. И сейчас даже, если вам нужно очистить что-то, вы можете очистить это при помощи мха. So it's the well-known fact around people that you could easily you could easily clear the water using the moss. Мох даже во время войны использовали для лечения ран, накладывали их вместо бинтов. Это нечто очень чистое и очищающее. Это нечто очень чистое и благодаря этой чистоте, этой очищающей способности появляется таттва. And because of this capacity to clarify, make clear, таттва appears. Именно чистота расы является основой таттвы. Чистота расы. The clarity of rasa is the beginning of tattva, is the creation. Раса – это как раз то, то, что мы чувствуем, то, что мы проживаем, то, что мы переживаем непосредственно. Чистота нашего проживания. Раса is the clarity of what we are experiencing. It is the clarity of our feelings. Основа нашей Шрадхи, ведущей нас к премии из-за ее пределы. Поэтому здесь это выражение, оно вполне соответствует содержанию. поэтому вот еще раз можем прочитать это выражение. Раса подобна мху, покрывающему озеро таттвы. Раса is like the moss that covers a vast place of tattva. И сразу чувствуется иное, да? Иное ощущение, иное понимание. этого предмета. And when we know already, when we already known this secret, so we can read this sentence like in other mood, in other understanding. Во Врадже преданные забывают божественное могущество Кришны. И считают его логика садбандху или другом, сыном, любовником. И Кришна отвечает им таким же чувствами. And considers him like логика садбандху, the good worldly friend, son, or lover. И Кришна reciprocates with these feelings. Гауди Вайшнава предпочитают любовное служение Радхи и желают служить ей как Манджари, духовные служанки. Хотя читание и содержит утверждения типа Радха защитница каждого и она мать всего мира, родительские отношения неприемлемы в духовных отношениях, в любовных отношениях. Поэтому слова мать Радхарани невозможно услышать из уст Гауди Вайшнава. And therefore the words Mother Радхарани cannot be heard from the mouth of the Гауди Вайшнава. С плавящимся сердцем спутника Шримана Махапрабху Шриппада говорит Пусть Жиратрика будет нашей госпожой. With a melting heart of an associate of Шичайтанья Махапрабху Шриппада says let Радхарани be our mistress. Я сейчас вернусь. Подготовьте пожалуйста ваш вопрос. Дамудар Прабху is saying that please share what you have during this class maybe you want to share something or ask some question on the topic on this very topic he will be there in one minute. Пожалуйста включайте видео у кого выключено Городев рады рады Network nice Very beautiful Do you like our topic our sharing I like No no it's going very beautiful Very nice My Dамudar is sharing very nice He is talking what is in my heart Грудеев говорит, что очень я спросила, как мне понравилось, он говорит Адамодар, говорит, все, что в моем сердце, только на русском языке, поэтому я, говорит, доволен классом. Можете задать вопросы, если вы есть. Может быть, кто-то хочет. Я напомню суть стиха, мы сегодня говорим о крайне важной теме, теме выбора госпожи, почему мы Ратику выбираем нашей госпожой. Намудара is saying that I want to let you remember the topic of this vast commentary in this verse, that this commentary is saying about how to choose the proper mistress, how to choose our mistress. И Прабхудхананда приводит свой пример, почему он это делает. И Прабхудхананда Сарасвати is setting his own example, why he is choosing this particular mistress. Его поражает взгляд Шримати. Because he is amazed by the Шримати's glance. Он очарован этим взглядом. Взглядом, который говорит о обошеломлении. Она сама удивлена тому, что исходит из нее. Радика herself, she is very astonished of what is coming from herself. Сколько чувств, сколько сладостей исходит из этих глаз. Сколько чувств и сладостей исходит из этих глаз. Сколько чувств и сладостей исходит из этих глаз. Своей госпожой. Почему это случилось? И ответ каждый ищет в своем сердце. Почему? Почему он это сделал? Почему однажды он сказал, да, я хочу. Я хочу следовать. Хочу следовать. Хочу стать служанкой Шримати. Почему мы хотим стать служанками? И каждый из нас у нас свой свой причин, почему мы выберем, или думаем в этой направлении, чтобы стать радикой мастер-свистой. Чему мы желаем служить? Чему мы желаем служить? И что мы хотим служить? Почему мы хотим служить ее? И что мы хотим служить Акчуни? Прекрасный стих для начала Нового года. Новогодний стих. It is the perfect first to start a new year. Я такой... Юнка. Да, да. Архараман? Архараман. Рады, Рады. Рады, Рады. Простите, я немножко приболел. А! А я думал, ты хочешь сказать что-нибудь? Рады, Рады. Рады, Рады. спасибо большое, что погрузили в этот океан Нектара. Я хотела спросить, как Кришна смотрит на Радхарани, когда Он держит... Ананда Майя, у тебя закрылся микрофон. Микрофон закрылся. Как Кришна смотрит на Радхарани и дальше. Пожалуйста. Почему Он хочет служить Радхарани? Кришна хочет ей служить. Ананда Майя is asking a question. What does Кришна feel when He is looking at Радхика while He is lifting Говардан? And why He wants to serve her? Ну что, это вопрос к Рутеву? К Рутев? Я хотел сказать к вам вопрос. Ко мне вопрос? Да, да, к вам. Может, еще кто-то захочет ответить. Поток изумления, который является стрелами Купидона. Поток изумления, который и является стрелами Купидона, миллионами стрел Купидона. поток изумления, который является потоком стрел Купидона. Попадая в Кришну, попадая в цель, рождает ответное изумление. Изумление это незнание. Астонishment я не знаю, что происходит со мной. И вот это желание желание понять, познать является мотивом, который вынуждает Мохана или побуждает. Не вынуждает, а побуждает Мохана действовать. And this desire to understand makes Мохана to act. Причем действовать, сохраняя сознание. And it makes him acting, keeping his external consciousness. А это возможно только в манджаре форме, только в форме манджаре. And it is possible only in манджаре форм. Поэтому он приходит как Махапрабу. That's why he is coming as Махапрабу. чтобы проторить этот путь в манджаре. To make clear this path for манджари. right here. Right. 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 р re Островская Елена Петровна, она объясняла нам, что такое йога на простом языке, ну, на простом языке, вот, понятном для людей. Переведи. Ананта is saying that when he was a student, he was studying at some Indian, like Indian faculty, and she had a professor who was trying to say what is йога, but in very simple words. Она объяснила это так, что йога — это очень сильная устойчивая связь. И вот вы, говорит, представьте, что вот есть девушка, которая влюбилась в парня, и она ни о чём больше не может думать, она думает только о нём, она очень сильно сосредоточена на нём. Ей все говорят, да зачем тебе, ну, подумай, может быть, бой будет ещё какой-нибудь парень. Зачем ты о нём думаешь? Не думай о нём. Но она ничего не может ни о чём думать, у неё только есть очень сильная установленная связь. Вот это, говорит, и есть йога. Просто я сейчас это вспомнил как раз с объяснением о взаимоотношениях Шри Ратики и Кришны, что это очень сильная эмоциональная связь, что это эмоционально очень сильно. Не просто йога как связь, а это очень эмоциональная связь. И так, в его университете, эта профессор, она сказала о йоге в очень простых словах. Она сказала к ее студенту, что, imagine, что девушка, которая влюбилась в любовь с ребёнком, и хотя бы все равно, все равно она сказала, что, почему ты нуждаешь этот ребёнок, почему ты думаешь о нём, но она имеет очень сильную эмоциональную связь, в отношении с ним. И это йога. Она рассказывала к ее студентам. Так что он вспомнил это в связи с сегодняшним объяснением. Вам повезло с профессором. Вы очень счастливы с профессором, который такой интересный. Очень-очень повезло. Ну да, профессор — это эндолог. Профессор Островская Елена Петровна, она эндолог, санскритолог, востоковед. В общем, она пыталась всё объяснять достаточно на простом языке, тем более многие неподготовленные были. Если я ещё интересовался как-то, да, востоком эндологии. А были, которые, ну как сказать, не совсем понимали многие вещи. И она так это объясняла. Он сказал, что этот профессор, она была очень высокополивающейся в эндологии и санскрит. И он сказал, что в его группе он был единственным, кто был в этом, потому что он был в этом, и другие не были. И этот профессор, она пыталась объяснить все эти санскритные термы и философии через очень простые слова и очень, как бы, чтобы понимать лучше. Очень точное объяснение в нашем случае. Это самое лучшее объяснение. В нашем случае это лучший понимание, очень точное объяснение. У меня уже всё с английским, я аж устала. Потому что когда Ратика входит в это состояние первой юности, Кришна тоже входит в это состояние первой юности. И он тоже не спит, он тоже не может спать, не может есть. И мама Ишода не знает, что нужно делать. И она приносит ему жёлтую накидку, чтобы он утер свои слёзы. Что с тобой, сынок? И она протягивает ему эту жёлтую накидку, нашёлковую, чтобы он утер свои слёзы. Он смотрит на эту жёлтую накидку и заливается ещё более горючими слезами. Кришна. Мохан is also the same. He has the same feelings. И он тоже cannot eat, он тоже cannot sleep, и он тоже он сухонит his tears profusely. И когда Мама Ишода что с тобой сынок что с тобой а он не знает что с тобой и он не знает как объяснить маме это свое чувство он не знает как объяснить ей это чувство He doesn't know how to explain to his mother these new feelings appeared in his heart. Ещё, дорогие предные, пожалуйста, давайте у нас будет общий праздник. Входите в общение, давайте создадим это намерение, создадим этот общий поток, создадим. Сегодня Новый год. Dear devotees, please don't hesitate, please share, in order to create this common stream of intention. Let's contemplate together, let's churn it together. So, please don't be shy to share. 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 To many things and always share and try to learn more. Please do this, translate. Gurudev, sorry, it was very low internet. I could not hear the beginning of what you have said. Ravich Rang Prabhu, вы услышали, что Gurudev сказал? У меня интернета, у меня прям вот голос его разложился по звукам. Нет, не слышали? Я тоже не слышала. Gurudev, в общем, призвал делиться что-то. Он в конце сказал, пожалуйста, делитесь. Ну, до этого я ничего не слышала. Прям русский бар. Почему, почему, почему? Почему мы, почему мы, что нас подвигло встать на этот путь? Ведь мы все стоим на пути, мы все сейчас здесь сидящие идём по пути служанок. Мы в большей или меньшей степени привержены именно этому. желанию стать служанками швеймати. Что нас подвигло? Это очень важный вопрос, на который у каждого должен быть ответ. Даже если не сейчас, но в течение хотя бы этого года, следующего года, должен быть чёткий ответ. Ответ не на уровне татвы, а на уровне расы, на уровне чувств. Наводеряна. 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 Each and every of us should have an answer why we have chosen Radhika as a mistress. And maybe not now, but in the next year, we should contemplate on this and to realise why we have stepped one day on this path towards this desire to be Radhika's main servant. It's a very good question. Thank you, Damodar, for guiding us with your love and your feelings into the so-called new year. but every new year is just like a new dimension of love, right? We try to find the channels of love, those who are channeling for us the feelings that they have in their connection to their service. Thank you, Damodar, for taking the question. It's a very good meditation. And in this Новый год it's so-called like a new dimension a new I forgot the word in Russian. In general, it's a new retrospective, a new look on love. It's a new 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 измерения, да, спасибо, новое измерение любви, когда проводники любви, которые уже есть в нашей жизни, они нам, да, нас заполняют, да, своим вот этим желанием служить и уже своими, то есть вот как-то так вообще не сказала, перевела как смогла. I like always how you are causing astonishment by threading your channel of love from your heart to our hearts. Мне очень нравится всегда, как ты говоришь, вот это вот изумление, которое испытываешь сам, как ты его проецируешь в наши сердца, и мы можем прикасаться к твоим чувствам этого изумления. и everything, how you changing, you know, how you explaining this, first you start with the side glance, with the creeper katakša, the mundane katakša, mundane cupid to transcendental cupid. I also want to add what I was reading in Prima Bhakti Chandrika the other day. И мне нравится, как ты соотносишь материального cupidona и духовного cupidona, все эти взгляды и прочее. И я недавно читала Prima Bhakti Chandrika, совсем буквально, и хотела бы тоже добавить оттуда идею. There it was mentioned that Shimata Radhika, when she is with Krishna, then he is transcendent cupid. Otherwise, he can be influenced by cupid. И в ней говорится, что когда Radhika находится с Кришной, тогда он становится трансцендентом купидоном, иначе он сам подпадает к чару. So we can try to feel her glories more and more, and as you have given this inspiration to expand our meditations more and more so that we can also become a channel of Gurdiv's mood as he expressed that you are expressing his heart. And this inspiration to be 導 of this love more and more. When we are sharing, it is not about knowledge what you have mentioned, it's about the feelings that we have or are receiving from our Guru Manjari, from our Achayas, from our Sadhus and Saints. When we share as you said it's not about knowledge we share with the love which we receive from Guru Manjari, from Vajshnav, from saints. So all of us have a unique ability and unique feeling to share and that's what I understand what Gurdiv said go on sharing because the sharing keeps everything alive. It's not like a class like a dry transfer of knowledge. It's about the transfer of love. And I also like very much how you explain the connection between rasa and tattva with the moss and with the water that lies underneath it. and I and and always remember how Gurdiv is explaining that the tattva is like the foundation when when we build a house we need a good foundation to build the house on like the seller or in earth construction to keep everything that will come after that. and how you explained how the tattva and the race because Gurdiv also explained that the house is built on the of the tattva of who is Krishna he is the supreme personality of Godhead and all of his beautiful you know prowesses what he can do all his opulences if we build this foundation how we will interpret this divine force Krishna all his destiny then on this foundation of this strong connection or strong assignment as Gurdiv is always quoting Srila Prabhupada from Bhagavad Gita then we can build all the windows or we can open the windows of our hearts what is a good house without the windows without the roof without the door we have to open to receive this love и построив этот прочный фундамент осознание этих божественных достояний Кришны как Prabhupada пишет в своей Бхагавад Gita что нужно расписаться с ним то есть только после вот этой росписи после того как мы построили этот фундамент мы можем возводить стены и главное открывать открывать окна открывать двери то есть открывать наше сердце потому что какой дом без окон без дверей то есть только после этого фундамента мы можем уже открыть свое сердце чувством да вот делятся делятся мне это представляется как будто они приглашают нас в свой дом и они открывают эти окна и двери для нас и делятся той милостью которую они получили от Митая от Врудева приглашая нас в дом своего понимания плодов своей медитации и то какие мы отношения имеем с Радикой как Манджаре и какую медитацию какую милость мы от нее получаем это наши очень личные такие переживания связанные с нашим служением мне очень понравилось как ты ответил на вопросы Ананда Май и Ананта Рама что чувствует Кришна когда Радика на него смотрит как ты это связал с Гауралилой с Гауралилой этого потока более глубокого понимания для того чтобы мы всем имели возможность глубже воспринимать чувствовать и служить с Гауралилой с Гауралилой с Гауралилой с Гауралилой очень интересного очень интересного очень интересного почему мы её выбираем. И в конце тоже очень такой хороший вопрос на Новый год, вступление в новый этап какой-то временной, вот эти вопросы задать себе. Он говорит вчера на немецком классе. Гаурачандра, Прабу, тоже он очень интересную вещь сказал. So he said, some scientists to find out people in depression, you know, people have some depression. And if research, every day 90, no, actually 90% people is thinking negative way. Means people thinking negative way. You know, 95% thinking negative way. И Гаурачандра вчера поделился, что очень многие люди находятся сейчас в депрессии, потому что 90% мыслей, которые приходят в голову, они негативны. И учёные установили, что мы 50 тысяч мыслей думаем каждый день. И 80% от этих мыслей негативные. И 90% мыслей – это наши вчерашние мысли, то, что мы думали вчера. И это значит, что каждый день люди обычно думают старые мысли, старые негативные мысли, старые материальные негативные мысли. И Дамадара Прабу нам представил, как бы, позитивные мысли, да, как можно мыслить по-другому, да, позитивно и в совсем другом русле. Слушая об играх Рада Мохана, мы мыслим позитивно, это позитивное мышление. И вот эти позитивные варианты мысли. И особенно Расика Вашнав, который приправляет это ещё и чувствами, да, не просто чтение, а ещё и чувства добавляет, это очень-очень ценно, как Дамадар Прабу делал. И люди думают негативно, потому что не имеют Иштадеву. И если наша Ишта – это сама любовь, то мы можем жить очень счастливой. Тогда мы будем жить очень счастливы. Почему в этой книге описывается Шримати Радика? Почему Гуру Дев всегда говорит только о Радике, всегда говорит «радо-радо»? Потому что таков путь к счастливой жизни. Как Сунити сказал и Дамадар, что мы поклоняемся Радхаране, но не как матери, да? Мы хотим служить Радике с точки зрения Манджари, служами. И тогда, как Ананта Радапам, когда Ананта Радапам asked questions to the professor, we could understand the real meaning of yoga. Тогда вот как Ананта сказал, да, что, как и им профессор сказал, что такое настоящая йога, в простых словах, да, что это очень такая естественная вещь. Через несколько часов наступит Новый год. Я желаю всем, чтобы в Новом году мы больше думали о Радике и думали о ней с позиции ее служали. И тогда мы сможем погрузиться очень глубоко в милости города. Я очень рад, что русская санга растет все больше и больше. Я думаю, что это Гурдеву. Я думаю, что это Гурдеву. Мы нужны блесения от Гурдеву. Вы можете дать нам, мы можем идти более глубоко и мы можем понимать более глою Радика и глою Манджари. И мы можем реализовать это Свару. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!